Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Диалог с депутатом». Сегодня у нас в гостях Наталья Поршнёва, депутат Омского городского совета от КПРФ. Наталья Викторовна, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Наталья Поршнёва, учитель английского языка в лицее номер 145, депутат Омского городского совета от КПРФ. Наталья Викторовна, с депутатами от КПРФ в этой студии последний месяц мы обсуждаем практически только одну тему – это пенсионная реформа. С вами также хочу поговорить об этом, но в другом ключе. Вы педагог, и мне хотелось бы узнать, как в вашем сообществе профессионально относятся к этому нововведению, как учителя реагируют на повышение пенсионного возраста. Ну, как все здравомыслящие люди реагируют болезненно достаточно, потому что уже появляются первые проблемы, связанные с выходом на пенсию. Как известно, преподаватели имеют право выйти на пенсию по выслуге, и уже этим летом многие из моих коллег столкнулись с проблемой оформления данной пенсии. Не будем скрывать, что большое количество людей ждут этого момента, момента, когда они оформят пенсию, ту гарантию от государства, тот респект, так скажем, за все отработанные годы, за тот вклад, который они вложили в развитие своего государства. И когда безосновательно их лишает этого права, этой благодарности за проделанный труд, это мало того непонятно, это просто несправедливо. И вызывает, конечно же, и недоумение, и расстройство. Но все люди в силу своей психологии реагируют по-разному, безусловно. Но давайте спокойно рассмотрим ситуацию. Что происходит, к чему нас подводят, и что может быть, и что мы можем сделать в данной конкретной ситуации. Безусловно, вот моя точка зрения, государство – это, так скажем, гарантия человека на его права. Безусловно, в течение своей трудовой деятельности человек вкладывается в развитие государства, как, впрочем, и в свое собственное развитие. Труд сделал человек из обезьяны. Но мы рассчитываем на то, что получим эту пенсию, пусть незначительную, но для многих это определенная база, определенная гарантия, от которой можно отталкиваться дальше. Дальше человек определяет сам, имеет ли он способности, возможности трудиться, есть ли у него эмоциональные, физические силы. Возможно, он поменяет сферу своей деятельности и будет продолжать работать. А возможно, он посвятит свою дальнейшую жизнь чему-то другому. У кого-то, к сожалению, не позволяет здоровье трудиться далее. Для этого и есть пенсия. Та минимальная гарантия, на которую человек может опираться и продолжать существовать, скажем, как минимум существовать. Сейчас наше правительство пытается лишить или отсрочить эту гарантию, аргументируя тем, что, к сожалению, финансово-экономическое состояние в стране лизмач, чтобы дизайн, оставляет желать лучшего. Хотелось бы задать вопрос логичный. Неужели несколько лет назад не было понятно, что экономическое состояние страны необходимо улучшать, необходимо заниматься его развитием? Хочется спросить, где план развития страны? Почему финансово-экономическое состояние пытаются улучшить или, скажем, резко ставшую проблему решить за счет обычных граждан? Граждан, которые не могут, скажем, позволить себе слишком многого. Мне вообще не нравится понятие, знаете, средний уровень. Что такое средний уровень? 10% населения, которое живет гиперхорошо, и основная масса населения, которое считает рубли от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии. Давайте в процентном соотношении говорить. Столько-то процентов населения у нас получает зарплату, скажем, ну, 12 тысяч рублей. столько процентов населения у нас получает зарплату 20 и чуть более тысяч рублей опять же я говорю и уже вот тогда будет понятно вот тогда картина будет более ясна и возможно большее количество людей задумается а почему финансовые экономические проблемы страны решается за счет вот тех процентов людей которые живут на зарплату 12 15 тысяч они те люди которые зарабатывают миллионы и возможно миллиарды и даже не рублей а долларов понимаете мы говорим о том что пенсионный возраст нашей страны он гораздо ниже то есть возраст выхода на пенсию гораздо ниже чем в развитых странах скажите мне пожалуйста имеем ли мы возможность данный момент основываясь на развитии нашей страны на уровень развития нашей страны и скажем уровень развития японии сравнивать вот эти две страны на мой взгляд нет а вот японцы говорят о том что бесконечный труд вот такой темп темп жизни зачастую загоняет людей в сложное эмоциональное психическое состояние вызывает массу проблем со здоровьем и государство задумывается над этим помогая своим гражданам оказывает психологическую помощь создавая какие-то определенные гарантии но у нас же этого всего нет если бы мы допустим действительно посчитали что это единственный способ выйти из кризиса повышение пенсионного возраста ну давайте обеспечим всех трудовыми местами достойной зарплатой когда человек идет на работу получая удовольствие а не работает скажем при этом получает серую зарплату нигде не будучи оформленным дабы повысить свой уровень почему-то наше государство не заботится о своих гражданах а ориентируется но я не знаю на некий опять же средний какой-то образ который вот представить вот не очень сложно хотелось бы спросить опять же почему такая огромная сторона как россия не занимается развитием производства ну давайте посмотрим на наш город огромный экономический производственный центр был в советское время где сейчас все эти предприятия большинство из них приватизированы закрыты закрыта либо проданы трудовых мест гораздо меньше чем это было в советском в советском периоде но я считаю что говорить о том что мы можем трудоустроить и молодое поколение и людей пенсионного возраста мы просто безосновательно наталья а если взять в пример учреждения учебная в котором работаете вы многие ли педагоги после наступления пенсионного возраста я имею ввиду по нынешним меркам 55 лет действительно уходят с работы я хочу сказать что это сугубо личностный личностное решение понимаете кто-то чувствует себе силы и продолжает работать но это еще вызвано тем что возможно не на кого более опереться да скажем ну не буду лукавить среди педагогов очень много одиноких людей очень много это связано и особенностью работы дабы зарабатывать более-менее приличную зарплату педагоги берут очень большую нагрузку и когда молодой специалист приходит в школу нагружает себя двумя ставками классным руководством и вне классной деятельностью у него так мало остается вот этого свободного именно от школы времени потому что учительство это не работа от звонка до звонка на самом деле кто не сталкивался возможно и не поймет это буквально постоянная работа вот в этом режиме это постоянное существование вне школы ты просто ну практически не бываешь и соответственно человек не имеет возможности быть может создать свою семью и подходя к пенсионному возрасту в общем-то и остается один на один со своими проблемами со своим проблемам со здоровьем с экономическими проблемами какой-то процент педагогов продолжает работать надеясь опять же получить эту пенсию и продолжая работать но уже не на две ставки возможно на одну дабы облегчить себе нагрузку наше государство не исключено что лишит нас этой возможности многие педагоги буду говорить честно позволяет себе уйти на пенсию но продолжает трудиться занимаясь репетиторством давая дополнительные уроки но вот я думаю что это все оправдано это понятно потому что мы не можем калькировать ситуацию одну на другого человека здесь каждый должен иметь право выбора подходя к возрасту 55 лет я должна сама принимать решение могу ли я продолжать работать в таком режиме позволяет ли мне мое здоровье в эмоционально психическое физическое работать полноценно работать на том уровне с молодежи которого требует вот наш темп уровень жизни либо мне стоит уже наверное освободить свое трудовое место и освободить дорогу молодым на данный момент несколько инициативных групп пытаются провести референдум о пенсионной реформе на ваш взгляд это удастся сделать мне бы хотелось чтобы референдум состоялся как таковой и инициатором все таки прозвучала партия кпрф потому что все инициативы изначально исходили от кпрф здесь возможно это не самое главное безусловно хотелось бы чтобы просто граждане не только члены партии а вообще граждане думающие граждане спокойно обдуманно отнеслись к этой ситуации и объединились и пришли на референдум то есть первая задача это добиться его реализации и 2 массово прийти чтобы выразить свою точку зрения дабы не сложилось такой ситуации когда люди голосуют за один вариант а проходит почему-то массово с огромным отрывом и преимуществом другой вариант и большинство населения было в недоумении вот но мы сейчас делаем все для того чтобы этот референдум состоялся собираем голоса у нас организована подгруппа организационная и мы все присоединились к этому я думаю что при нашем активном сотрудничестве при вашем участии мы добьемся того чего в конечном результате хотели бы получить спасибо наталья за беседу спасибо на этом наш диалог завершён я напомню у нас в студии была наталья поршнева депутат омского городского совета от кпрф до новых встреч на нашем телеканале до свидания до свидания товарищи